Бисмиллах, альхамду лиллах, салату вассаламу аля расулиллах. Рамадан в самом разгаре. И сегодня мне хотелось бы сказать несколько слов об одной из составляющих частей поста, уразы, это сухор, утренняя трапеза. Во-первых, сухор упоминается в Коране. Аллах в Коране говорит, вот это время упоминается в Коране. Аллах в Коране говорит, И те, которые просят у Аллаха прощения во время сухора. Также сухор упоминается в хадисах пророка Саласа, который сказал, Совершайте сухор, ведь сухоре есть баракя. Если человек вознамерился на пост с ночи, но проспал сухор и встал только на утренний намаз, иншалла его пост действительно, если он намеревался с ночи. Ведь пост, а ураза, это намерение, это именно намерение приближения к Аллаху. Но человек, который просыпает сухор, он лишается великого блага. Во-первых, еда, которую человек принимает во время сухора, баракятная, благословенная от Аллаха. Посланник Аллаха Саласа сказал, Совершайте сухор, ведь в сухоре есть баракят. Второе, то что благостность этой общины зависит от того, что люди совершают сухор и совершают сухор в последнее время, то есть перед утренним азаном. Посланник Аллаха Саласа сказал, Не перестанут люди находиться в благе до тех пор, пока они не будут торопиться с вечерним ифтаром, с вечерним разговением и откладывать утреннюю трапезу до самого последнего времени. Третье, то что сухор, это то, что различает наш пост и пост людей Писания. Посланник Аллаха Саласа сказал, Разница между нами и постом людей Писания, это утренняя трапеза сухор. Человек, который совершает сухор, получает великое благо от Аллаха Саласа. Пророк Саласа сказал, Поистине, Аллах и его ангелы обращают молитвы на тех, которые совершают сухор. Молитва Аллаха Саласа – это милость и баракят, а молитва ангелов – это обращение к Аллаху с просьбой этой милости. Также человек, который совершает сухор, он находится в благословенном времени, когда Аллах отвечает на дуа. То есть, как передается в хадисе, что Аллах в третью часть ночи обращается к своим творениям и говорит, Кто у меня что-то просит, чтобы я ему дал. И человек, который совершает сухор, у него есть возможность обратиться к Аллаху в это время. Также человек, который совершает сухор, имеет возможность отправиться в мечеть для коллективной молитвы. Джама. И седьмая польза – то, что сухор, утренняя трапеза, дает силы верующим во время поста. Так же, как во время сухора человек принимает обычную еду, он должен и принять и духовную пищу. Передается, что посланник Аллаха, совершив сухор, читал 50 аятов, после этого совершался утренний азан. Передается от великого ученого из числа табиаинов, Абу Зинаада. Он сказал, Я во время сухора выходил в мечеть пророка, и, проходя мимо каждого дома, слышал, что там кто-то читал Коран. То есть наши праведные предшественники во время сухора читали книгу Аллаха. Напоследок, мне хотелось бы указать на то, без чего не должен состояться ни один сухор. Но это духовная пища, это истихфар, обращение к Аллаху с просьбой о прощении. Вообще человек совершает пост поститься ради того, чтобы добиться от Аллаха сфанталя богобоязненности. Ведь Аллах сфанталя сказал, Вам предписан пост, как он был предписан тем, которые жили до вас, быть может вы станете богобоязненными. То есть этот Рамадан, вот эта ураза развивает нас качество богобоязненности. Также человек в своем поклонении Аллах сфанталя пытается достичь степени аль-ихсан. Степени, когда человек поклоняется Аллаху так, как будто он его видит, а если он не видит, знает, что Аллах видит его. И каждый человек стремится попасть в рай. Аллах сфанталя удивительным образом описывает все нам это в аяте, в суре Аз-Зарият. Аллах в Коране говорит, Поистине богобоязненные будут в саду, в раю, среди источников. То есть от тех, которые добились богобоязненности. А прежде они были благочестивы. То есть поклонялись Аллаху так, как будто они его видят, а если не видели, знали, что Аллах видит их. Они спали ночью лишь немного. А во время сухура они обращались к Аллаху с просьбой о прощении. И пусть в каждом сухуре присутствует это блюдо и стих фар просьба о прощении у Аллаха. Аллах сфанталя.